В списке 4 южно-сахалинцев более 20 лекарств. Эта аптека находится на окраине, в индустриальном районе. Пожилым людям приходится каждый месяц совершать небольшое путешествие ради покупки таблеток. Но менять полюбившуюся аптеку не хотят. Потому что здесь дешевле. Вот, потому и пришли. А так везде в полтора раза дороже. Вот так, потому что сюда ездим и покупаем, здоровье бережем. Цены на лекарства по России выросли на 15%. На жизненно необходимые – на 4%. А здесь стоимость не менялась с ноября прошлого года. Аптека государственная. Сейчас вы знаете посыл президента, чтобы возродить эту государственную сеть, чтобы опять восстановить эти государственные аптеки. А у нас в Сахалинской области все аптеки у нас функционируют государственные. За счет чего выжили государственные аптеки на Сахалине? Специалисты говорят на голом энтузиазме. Несмотря на статус, помощи от государства ждать не приходится. Однако… Лишь в прошлом году по решению правительства Сахалинской области нам были выделены средства на укрепление материальной технической базы. Благодаря этому мы смогли отремонтировать часть аптек своих в районах. Это в Тымовске, в Макарове, в Корсакове. По факту получается, что в прошлом году сахалинские власти были дальновиднее федеральных. На этом складе запаса лекарств хватит на 4 месяца. Некоторые препараты хранятся за решеткой. Их стоимость превышает 800 рублей. А наркотические средства и вовсе спрятаны в секретных комнатах. Да, у нас есть такой отдел, отдел ядов и наркотики. Значит, в данной ситуации он является, скажем так, не совсем рентабельным для нашего предприятия. Но тем не менее, так как мы несем социальную функцию, мы обязаны иметь такой отдел. Но даже здесь, среди тонн медикаментов, есть своя аптечка. На случай ЧП. С этого склада лекарства уходят во все районы Сахалинской области. Даже на Курилы. Государственную аптеку не удалось сохранить только в Невельском районе.